По поводу вопроса, который был задан про Машея, я тоже хотел спросить. В Бруклине там есть один Раф, который уже умер. Говорят, что он Машея. Ты не успел переехать из Парижа в Бруклин и уже встретился с Машехом? Попался? Сколько ты там в Америке был? Два года? Был два. Один год. И у тебя уже есть Рэби в Бруклине, ну чудесно. Тем более Машеях. Ну-ну, продолжай. С одной стороны, про него говорят, что он Машеях, а с другой стороны, миллионы, миллиарды в мире ждут Машеяха. Почему каббалисты не объяснили, что такое Машеях? Почему есть еще миллиарды в мире, которые ждут прихода Машеяха? Невозможно объяснить. Невозможно объяснить. Вот ты попробуй. Я сейчас объясню тебе, а ты попробуй передать другим. Мы живем в каком-то большом мире, в котором мы выхватываем небольшую часть всего мироздания. И эту часть мы называем этот мир. Живем, умираем. Все происходит на этом маленьком шарике, то, что называется наша Вселенная. Все зависит от осознания. Поскольку наше тело, тело живое, но мы отождествляем себя с нашим телом. Его нужно накормить, уложить, спать, искупать, думать о нем все время. Так я устроен. И поэтому я все время смотрю на это тело. Тело живет. Мне хорошо. Тело болеет. Мне плохо. Тело еще и умирает. И мне кажется, что кроме этого тела вообще ничего нет. Приходит время, когда мы можем развить свое осознание. выше этого тела. Не видеть в нем свою жизнь и не видеть через него весь мир. И это осознание, новое, более широкое, более высокое, неограниченное границами тела, это осознание называется интегральным осознанием. Когда я за счет объединения с другими поднимаюсь над телом, над своим физическим телом и начинаю чувствовать, как бы через других, через объединение между нами я начинаю ощущать мироздание более широкое, потому что оно воспринимается не только в моем теле, а в нескольких телах вместе, в связи между нами. И тогда то, что я понимаю, раскрываю в связи между нами, когда чувствую всех нас как одно новое тело. Когда-то вот это вот был я, и все. Теперь появилось еще несколько таких, как я. И мы создали связь между нами, самые разные виды связи, разные виды связи, которые мы построили. Настолько, что мы живем свою жизнь вот здесь, внутри, все вместе, в этой системе. И то, что мы живем здесь, это не то, что было здесь во мне, я это чувствовал по-своему, а мой товарищ чувствовал по-другому, третий себя ощущал по-третьему. Нет, сейчас каждый из нас чувствует вот это посередине. Вот эту жизнь. Вот это наш гуф. Это наше тело. Это становится нашим телом. И это тело мы называем духовным телом. Или, другим словом, нэшама. Душа. И это раскрывается лишь сейчас всем. Возможность достичь такого ощущения. если я то, что здесь есть внутри души, ощущаю больше, чем то, что я ощущаю в своем теле, когда здесь неправильно рисовать, не так. то, как я впечатляюсь от души, то, как я впечатляюсь от тела, так душа побеждает. От души больше. Так получается, что я чувствую себя находящимся в новом теле. Он называется духовное тело. на самом деле это все желание. И здесь желание. Желание. И здесь желание. Только эти желания общие. Они называются выше знаний, они называются желаниями отдачи. Потому что я нахожусь выше своего тела. Вот здесь вот экран. И так у каждого. И раз так, то мы приходим к другой реальности. Новой реальности. К новому миру. У нас новые ценности. Это уже не то тело, которым я измерял жизнь и смерть. Здоров я или болен и так далее. И переход от того, чтобы почувствовать себя внутри себя или почувствовать себя снаружи, вот этот переход, который необходимо совершить, этот переход очень и очень непростой. Он происходит за счет особой силы, которая вытягивает тебя из внутреннего осознания к осознанию внешнему. и это и называется машех, от слова машех, вытягивает. Он вытягивает тебя из одной реальности в другую. Это и есть машех. И не живет он в Бруклине, понимаешь? его достичь немного сложнее. Ты в Бруклине наверняка к нему пришел, так вот немножечко и он тебе помог. Здесь же нужно по-настоящему работать.